И ждем Нину Четверякову в нашей студии. Нина Четверякова, управляющий партнер компании «Португалити» из Португалии. У нас несколько дней назад был вебинар, уже посвященный Португалии, но сейчас будем говорить отдельно, потому что информации в наши дни мало, точнее, много не бывает. Хотя ее так много, что можно сказать, что ее и мало не бывает. Нина подключается. Нина, здравствуйте. Я вас вижу, сейчас еще и услышу, наверное. Здравствуйте, добрый день. Все, отлично. Итак, Нина Четверякова, компания «Португалити». Нина, давайте несколько слов сразу с места в карьер, как живет сейчас Португалия. Во-первых, вы находитесь где сейчас, в Лиссабоне, в Порту? Я нахожусь в прибрежном районе Лиссабона, в Кашкайше. У нас был введен карантин, и с 19 марта были закрыты рестораны, магазины, супермаркеты и так далее. Тем не менее, стройки работают, и большая часть промышленности тоже работает. То, что касается транспортного сообщения, самолетного, то внутри Евросоюза Португалия не закрыла никакие рейсы. То есть у нас ограничения только с Испанией и с Италией. Остальные самолеты летают. Они могут не прилететь по случаю, если другая страна Евросоюза закрыла сообщение. Скажите, а сами португальцы, ваши друзья, коллеги, знакомые, те, с кем вы общаетесь, как они оценивают эту ситуацию? Потому что все-таки, объективно говоря, Испания, она не то, что рядом, единственная страна, с которой Португалия на материке ограничен. Все-таки это не шутки. Да, на самом деле, перед введением карантина мы думали, что пойдем по худшему, по пессимистичному сценарию и повторим в точности испанский сценарий. Но оказалось так, что меры, которые были введены правительством, они были услышаны основным населением, португальцами. И португальцы выразили огромное доверие к правительству. При этом права и свобода португальцев была ограничена, но очень это было сделано мягко и демократично. И несмотря на такие ограничения более мягкие, у нас никто не обязан ходить в масках, да, мы сохраняем дистанцию, у нас нет комендантского часа, мы можем выйти и просто погулять, подышать свежим воздухом и так далее. И несмотря на это, благодаря осознанности населения, сейчас мы идем по оптимистичному сценарию. Ежедневный прирост заболевших у нас составляет всего 3%. То есть у нас уже был пик, когда было 53% прирост. И сейчас мы уже опустились до 3% в день, и это очень хороший результат. А вы сейчас находитесь в офисе? Нет, я сейчас нахожусь у себя дома. А в офис можете приехать? В офис можете приехать? Чисто технически, что этого надо? Да, могу приехать в офис, мне не нужно разрешения, но оно нужно было только во время пасхальных каникул, да, вот когда была Пасха, естественно, правительство заволновалось, что сейчас все начнут ездить, друг друга поздравлять, и это может вызвать новую волну заражений. Тогда вот у нас были ограничения, нам нужно было заполнять бумагу, и, ну, что ты едешь на работу, а не просто отдохнуть. Сейчас мы спокойно ездим, куда нам нужно. В машине, естественно, нельзя больше двух человек. И... Тоже естественного. Да, 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 если только они с одной семьей, не живут вместе. И функция полиции, и она была очень четко сформулирована президентом, она образовательная. То есть у нас нет вот этих полицейских с дубинками, которые тебя останавливают, штафуют, пугают. Функция больше образовательная. Если ты там действительно серьезные нарушения какие-то не осуществляешь, то все хорошо, у нас нет негатива к полиции вообще никакого. Ну, отлично. Переходим к рынку недвижимости с немножко о настоящем, а затем все-таки о будущем. Что происходит сейчас, есть ли сделки? Я знаю, то есть, ну, по нашей статистике интерес есть, но Португалия никогда не была у русскоязычных покупателей уж совсем топ-страной. Но все равно определенные запросы есть, люди спрашивают, чего спрашивают, чего ждут, если мы смотрим со стороны покупателей. Ситуация следующая. Те сделки, которые были запланированы, мы их провели по доверенностям, сделки проведены. То, что было запланировано раньше. То есть, допустим, нотариусы, они тоже у нас сидят дома, нотариусы закрыты. Но ты можешь позвонить, договориться по расписанию, выбрать расписание, и в этот момент в нотариус приходишь только ты, клиент, ну, и сам нотариус. И вот доверенности хорошо сработали. Некоторые сделки у нас остановились сейчас. Почему? Потому что мы остались без доверенностей, и страны покупателей закрыты. То есть, они не могут прилететь на сделку сейчас. То есть, несмотря на то, что в договоре о намерениях, в предварительном договоре указано, что там срок покупки 30 дней или 60 дней, этот договор продолжает функционировать до снятия карантина. Вот. Это вот второй, да, аспект. И третий аспект. У нас сейчас увеличилось количество запросов именно на opportunities, то есть, на новые возможности. То есть, клиенты, инвесторы... Новые возможности. А какого рода новые возможности? Да, то есть, звонят инвесторы, пишут и говорят, вот смотрите, у вас в Португалии, наверное, цены сейчас просядут. Если у вас будут хорошие варианты, мы готовы покупать, подписывать договора и делать это онлайн. Вот. Ситуация такая. Все видят кризис как время для новых возможностей. То есть, если я правильно понимаю, значительная активность прошла со стороны покупателей, которые говорят, мы думаем, что будут скидки, и вот как только они будут, звоните, мы первые. Да, все правильно. И это касается не только иностранных инвесторов, мы в основном работаем с СНГ, но и местных португальских инвесторов в том числе. Уточнение вопроса от Бульнары касательно того, что мы говорим, то есть, все-таки вот сейчас реально полететь из Лиссабона в Лондон, то есть, есть, например, такой рейс или это... Я сейчас открыла сайт онлайн нашего аэропорта в Лиссабоне, и как раз прилетел из Лондона самолет. Я не уверена, можно ли полететь в Лондон сейчас, но вот из Лондона, вот буквально несколько минут назад самолет приземлился. А, ну окей. Я думаю, что да, можно проверить, уточнить. Да, я думаю, что да, вполне. Скажите, Датя, значит, а как ведут себя продавцы? Продавцы частные лица и продавцы застройщики. Покупатели от них ждут скидок, а готовы ли они радовать покупателей? И будут ли готовы? Давайте начнем с первого. Готовы ли сейчас? На данный момент у нас затишье, то есть, ничего не изменяется на порталах недвижимости, и никто не заключает никаких договоров, практически никто, да? Все выжидают. Владельцам недвижимости рекомендовано ждать и не паниковать, да, скажем так. Рекомендованы это рекомендации просто экспертов рынка или само правительство говорит, что... Это говорят аналитики рынка, они советуют не паниковать, просто подождать, что посмотрим, каков будет размах этого кризиса, потому что этот кризис, он не структурный, то есть, это не кризис, который связанный с какой-то несовершенностью финансовой системы, да. То есть, это кризис, который, в принципе, связан с несовершенностью системы здравоохранения, потому что если бы она у нас была готова принять такое количество больных, то никого бы не держали дома, все бы заболели, вылечились, и все бы прошло, как обычная, да, эпидемия. Но система здравоохранения, она оказалась, скажем так, не совсем готова. Ну и плюс информационная система тоже оказалась не готова, потому что мы видим, что очень много данных, которые не соответствуют действительности, и мы не знаем, каким образом эти данные, там, о смертности, о заражаемости, о количестве тестов, как они собираются, и что на самом деле происходит. То есть, это дефект именно информационной системы. Экономического дефекта у нас нет на рынке недвижимости. То есть, рынок недвижимости функционировал нормальным абсолютно путем, все работало, и вот сейчас мы остановились из-за другой проблемы. То есть, но, тем не менее, если есть некое ожидание, оно же все-таки не на пустом месте, есть некие подозрения, что, ну, вынуждены будут снижать. Если вынуждены, то кто и в силу каких обстоятельств? Причем, ну, условно говоря, если, не дай бог, господи, перекрестимся 500 раз, если в течение двух лет все границы будут закроют, то сколько потом будет стоить недвижимость, даже богу неизвестно. Но все-таки, если мы говорим о каких-то более-менее разумных сроках, допустим, там, конец лета, когда, или там, середина лета, когда, ну, механизмы вновь закрутятся, что можно ожидать? Ну, смотрите, как вы знаете, Португалия – это страна, которая, там, у нас около 70% нашего ВВП, это сфера сервиса и туризм, то есть мы завязаны на туризме. И, естественно, кризис, эпидемия началась в туристический сезон, и многие компании потерпят огромные убытки. Это значит то, что люди потеряют рабочие места. Это значит то, что люди не будут способны выплачивать кредит. И что в определенных случаях, и особенно это будет касаться более дешевой недвижимости, да, что люди будут вынуждены ее продать по какой-то цене для того, чтобы просто разрешить свои долговые обязательства. Хотя государство у нас выделяет огромную поддержку. Это касается как малого и среднего бизнеса, так и рабочих, работодателей, касается арендаторов и арендодателей, да, то есть государство всеми силами нас сейчас поддерживает. Поэтому я думаю, что кризис будет в том плане, что цены, они упадут. Насколько они упадут? Смотрите, я проанализировала немного глобальный индекс цен, который наши эксперты делали по 2008 кризису и по второй волне рецессии 2012 года. И там, в общем, да, разница была около 20%. Это вот я говорю сейчас про всю недвижимость. Естественно, что недвижимость, она сегментирована. Новая, старая, вторичная, люкс, дешевле, коммерческая и так далее. Естественно, в каждом из этих сегментов тенденция будет своя. Но, в общем, это 20%. Поэтому я думаю, что можно рассчитывать, в принципе, на... Вы сказали, что, значит, вы занимаетесь недвижимостью Порту, Лиссабон, Алгарве. Из этих мест какая недвижимость будет наиболее подвержена рискам и, соответственно, падению, что сейчас вы видите? И наоборот, какая покажет наибольшую устойчивость? Покажет или показывает? На самом деле мы занимаемся недвижимостью в зоне Лиссабонской ривьеры и юг Португалии. Это Алгарве. Что сейчас... Что происходит сейчас? Вот как коллеги говорили из Греции, из Кипра, да, что у них огромные убытки несут владельцы квартир, которые просто их сдают в туристическую аренду. Да, наши клиенты, когда покупали квартиры до эпидемии, да, они покупали их в таком расположении, чтобы эта квартира была востребована как для туристов, так и для долгосрочной аренды. Поэтому я считаю, что вот кто меньше, какие квартиры меньше всего пострадают, какая недвижимость, это та недвижимость, которая, если мы говорим о коммерческой, да, не о коммерческой, а о недвижимости под аренду, да, это которая может быть сдана как туристам, так и на досрочную аренду. И у нас зона Лиссабона, городки прибрежные, да, все, зона Алгарвы, крупные города, как Алгуфа и Ламора, вот там недвижимость не будет чувствовать таких больших колебаний, как, возможно, какие-то другие, более завязанные только на курортные, да, там отдых места или места, где только долгосрочные. Но смотрите, в том же Алгарве наверняка есть населенные пункты, которые, ну, явно такие туристические, туристические. Трудно представить, что и они, ну, как бы совсем-совсем не пострадают. И потом, в Алгарве все-таки рынок долгосрочной аренды не столь развит, он не может быть так же развит, как в том же Лиссабоне. Соглашусь с вами о том, что в Лиссабоне рынок долгосрочной аренды развит сильнее, чем в Алгарве, но хочу привести пример того, что недавно была опубликована статья Forbes про как раз-таки Алгарвы, что это один из лучших, это первое место в мире, да, первое место в мире, где Forbes рекомендует покупать недвижимость на пенсию. То есть это отличное место для того, чтобы жить. И не все покупают недвижимость для того, чтобы жить. Очень многие ее арендуют. У нас в Алгуфейре, в Веломоре очень сильно развит рынок долгосрочной аренды. И этот рынок, он международный, потому что у нас приезжают и немцы, и голландцы, и скандинавы, и французы, и англичане. И снимают на длительный срок жилье. То есть этот рынок достаточно развит. Перед тем, как задать следующий вопрос, я хотел бы пригласить наших зрителей на наш завтрашний вебинар. Завтра мы будем говорить о рынке недвижимости Словении. Там мы будем говорить об инвестициях, в основном о коммерческой недвижимости. Через несколько секунд ссылочка появится, несомненно, в нашем чате. Рынок недвижимости Словении с компанией Future Real Estate и Century 21. Проводим совместный вебинар. Нина, следующий мой тогда вопрос все-таки по поведению застройщиков. Как чувствуют себя застройщики? Как они будут себя чувствовать в ближайшее время? И вот в контакте с ними, о чем вы? Сомнения, опасения? Опять же, некоторые же, не все же строят только жилье под долгосрочную аренду, да? Есть и те, кто строит совсем что-то курортное. Каковы их перспективы, каковы их шансы? Смотрите, у нас ситуация следующая, что у нас в Португалии практически не практикуют долевое строительство. То есть обычно у нас застройщики, они завязаны на банках. То есть те, кто кредиты получили, они будут также прекрасно достраиваться. Хотя это обычно происходит так, что на момент фундамента или котлована уже практически 50-60% апартаментов, они куплены. Они не куплены, на них уже заключены предварительные договора и сделаны депозиты. Основную сделку можно заключать только тогда, когда объект сдан, естественно. То есть это нужно будет ждать. И сейчас у нас огромный поток покупателей из Бразилии. Почему? Потому что там у них политическая обстановка не самая благоприятная. И бразильцы говорят на португальском языке. То есть они создают огромный спрос на недвижимость именно нетуристическую. Португалия – это страна, в которой хорошо жить. То есть здесь мы, допустим, на 1200 евро в месяц можно жить прекрасно. И об этом опять-таки в одной из своих публикаций говорит Forbes. Это не просто мое мнение. И отталкиваясь от того, что Португалия – это отличная страна для жизни, мы делаем вывод о том, что и долгосрочная аренда у нас тоже развита. То есть застройщики не особо пострадают от того, что у нас не будет туристов в течение какого-то времени. Потому что есть уйма людей, которые хотят жить в Португалии. Давайте тогда такой вопрос, если мы говорим о Лиссабоне, о Киркаеше. Ну, нужно покупать объект под долгосрочную аренду. Вы вот, в общем, более-менее понятен. То есть тот, который можно использовать под долгосрочную аренду. Да, то есть он должен работать в идеале, он должен работать как для туризма, так и для долгосрочной. Вот у нас были в компании такие случаи, что мы начинали с туристической аренды, потом мы видели, что цены на долгосрочную аренду возросли, а цены на амортизацию при долгосрочной аренде гораздо ниже, чем при туристической. И мы своим клиентам рекомендовали, давайте мы перейдем на долгосрочную. И то есть мы очень много клиентов уже перевели на долгосрочную. Какая доходность сейчас может быть на долгосрочной аренде? Давайте называть там не максимальные цифры, а скажем, ну, такие вот. То, что можно более-менее гарантировать после уплаты всех португальских налогов. Потому что в какой юрисдикции находятся покупатели, история отдельная, и, соответственно... Смотрите, у нас есть налог для иностранцев, для нерезидентов, он составляет 28%. То, что сейчас на рынке, это доход 5% бруто, да, то есть это не чистый доход. То есть от 5% отнимаем 28, получается там, когда 3, когда 3,5. Хотя это мы говорим о заявленных, да. У нас есть определенная группа объявлений, которые конкретно предлагают там апартаменты под сдачу с 5% доходом. Хотя если опустить цены на эти объекты, то доход уже после выплаты всех налогов может составить 5-6%. И тогда все-таки бы назвали, ну, там, удачные примеры. Давайте посмотрим, если мы говорим о том же Лиссабоне. Вот что бы в Лиссабоне вы сейчас приобретать не рекомендовали? Объекты высокой ценовой категории, объекты низкой. Или, может быть, рекомендовали бы подождать немножко, пока на них цена гарантированно упадет. Потому что, по большому счету, ведь, ну, Лиссабон такой город, ну, насколько я его знаю, был там один раз, но он был там недолго. Так вот, где, кажется, ну, практически в любом уголке, кто нас заинтересуется? Пожалуйста. Да, смотрите, я думаю, что ситуация следующая. Смотрим. Коронавирус нам показал, что очень многие продавцы, очень многие магазины уходят сейчас в онлайн. То есть я бы не советовала покупать коммерческую недвижимость, которая вот в каких-то небольших торговых центрах, да, где представлены небрендовые компании, да, вот там точно не стоит. Стоит продолжать покупать компании, которые завязаны с пищевой отраслью, да, то есть это все супермаркеты, булочные и так далее, да. Стоит немного подождать по ресторанам, потому что не все рестораны у нас перестроились на доставку. Стоит подождать немного с покупкой недвижимости, скажем, до 150-200 тысяч евро, потому что, скорее всего, эта недвижимость, можно будет получить хорошие предложения, да, потому что часто это недвижимость, которая в ипотеке, и люди будут продавать эту недвижимость дешевле. Это вот то, что касается Лиссабона. Ждать больших скидок на новую недвижимость от 300 тысяч евро и выше не стоит. И еще хотелось бы сказать вот о чем очень важно, что в связи с эпидемией у нас есть уже данные о том, что программа «Золотая виза» не будет приостановлена в Лиссабоне и в Порту до конца года. Поэтому кто хотел покупать и проходить по «Золотой визе», нужно использовать в момент уже сейчас искать какие-то варианты в онлайн, для того чтобы, когда откроют границы, можно было оперативно сработать и успеть подать заявки на «Золотую визу» до конца 2020 года. И хотела также сказать, что Алгарвы после 2020 года не входят в те зоны, где «Золотая виза» отменяется. То есть «Золотая виза» отменится, возможно отменится в Лиссабоне и в Порту, «Юга Португалии» это не коснется. И плюс ко всему сейчас уже есть очень много мнений о том, что «Золотая виза» очень помогла Португалии при кризисе в 2012 году. И что скорее всего ее вообще и не отменят. Поэтому... То есть может быть и за Лиссабоном и Порту сохранят, да, вот эту историю? Возможно, да. Но пока лучше, наверное, кто хотел до 2020 года, до конца все-таки попытаться получить вид на жительство в Португалии. Окей. Ну и подтверждение ваших мыслей, то, что вы сказали, четкая такая тенденция есть, то, что вы сказали об аренде. И, по сути, такой лейтмотив всех наших сегодняшних вебинаров. Одна из новостей, которая пришла за последнее время. Инвесторы в Европе переключаются с посудочной аренды на долгосрочную. Падает влияние Airbnb. И, например, на 20% выросло количество свободных квартир на Airbnb в Португалии, ну и, кстати, в Испании, и на 25% в Греции. То есть предложения много, а спроса, понятно, нет. Про Чехию мы будем говорить буквально через 2 минуты, Максим, обязательно будет. Нина, ваше слово, ваши рекомендации. Да, смотрите, у нас в Португалии... Простите, контакты компании ваши попрошу опубликовать в чате. Пожалуйста, вам слово. Смотрите, у нас в Португалии был большой дефицит недвижимости именно под долгосрочную аренду. Поэтому сейчас вот эти 20% недвижимости, которые выйдут из-под туристической, она будет точно, она будет занята долгосрочной арендой. Плюс ко всему, те люди, которые остались в Португалии во время кризиса и которые хотят здесь жить, которые хотят здесь покупать, сейчас, возможно, просто снимут в долгосрочную аренду и немного подождут, да, потому что посмотрят, как будет развиваться, да, ситуация. Вот, это то, что касается долгосрочной аренды. Итак, Нина, еще не могу вас отпустить, два коротеньких вопроса сейчас пришел. Значит, финансирование от банков, что сейчас в Португалии? На данный момент финансирование продолжается. Вот недавно... Для нерезидентов. Для нерезидентов, да. Вот мы недавно, буквально два дня назад закрыли сделку для нашего клиента из России. Финансирование продолжается. Что? Условия какие? Условия какие? Это была... Да, это была ипотека. Нужно показать форму своего дохода, то есть нужно гарантировать, что у тебя есть доход в стране, в твоей стране, и потом уже по спреду договариваться. Нет, условия, хотя порядок. Процентная ставка, срок, первоначальный взнос какой? Три цифры. Да, первоначальный взнос обычно 50% можно договориться до 30%, и по процентной ставке это до 3%, то есть от 1,5% до 3%, мы говорим про спреду сейчас. На какой срок дают кредит? До, это ипотека, до 70 лет. До, господи, ты, боже мой. То есть можете выбрать сами, да. 70 лет, Нин, в среднем мы с вами проверим, как человек с этим расплатился. Итак, дорогие друзья, Нина Четверикова, компания Португалити. Нина, спасибо вам огромное, сил, здоровья и терпения. Ну, а солнечной Португалии вам желать не будут, а вы нам ее пожелайте. Спасибо большое. Вам спасибо, всем здоровья, берегите себя, своих близких и приезжайте в Португалию. До свидания. Спасибо. Будет минутка, в чате ответят, там был еще вопрос по Мадейре. В чате просто напишите, а мы, как там, что происходит.